Продолжение следует... ...самые верные друзья, замечательного нашего композитора Валерия Астатурцы, что почти память о нём и о его рефлюентном творчестве, уникальном творчестве, недавно называют Валерия Астатурцы, народный композитор Украины и России. На протяжении многих лет мы видим, что как телевидение создаёт программы наших замечательных людей, а народ совершенно другую картину видит. Видит то, что действительно есть яркие таланты, уникальные таланты. Но я думаю, что в будущем всё равно в нашем государстве настроить на то, что будет возвращение к тем талантам, которые являются яркими личностями нашей традиции, наших народов. И всё остановится со временем. К этому оно идёт. Валерия Астатурцу я буквально более 25 лет с ним дружил. И первые концерты, в которых я участвовал и познакомился с творчеством Валерия Астатурцы, это был конец прошлого столетия. У меня есть архивные записи. 99-го, 98-го, 2000-х годов. Там, где были первые премьеры, премьеры, та же Соборная Украина. Я хотел бы, чтобы сейчас запустить, пока 7-5 лет, о альтеропеорапии Валерия Астатурцы. Украинская. КОНЕЦуooth Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 И там как раз есть премьера. Пятая позиция, пожалуйста. Вы моя музыка. Включите. Чем-то божественны, чем-то загадочны, чем-то естественны, чем-то неверая, мне всех не верят. Мы сердцем беседуя, ставим арею и жужжем. Мы сердцем беседуя, ставим арею и мы. Вы моя музыка. И откровенье вы, и поэдия, и раконенье, Твои одни слезы копыты, кто вы спросите. Ваш я, единственный хруст. Поздно его делим звезды, как истинные. Кто вы спросите, у ваш я, единственный хруст. А потом уже получилось заслуженно. Значит, и в том же 99-м году составилась премьера песни Макола Жегло «Земля славяна» на украинском языке. Макола Жегло написал вариант на русском языке, когда мы сидели на кухне. Я говорю, Макола, неправильно, здесь нету традиции русского языка. Мы один народ, как понятно, русские, украинцы, белорусы, поляки, корень одного народа. Но у каждого народа есть свои традиции определенные. В России нету полыни. Полыни – это украинская, вышня – это украинская. В России есть береза, храм, дорога и так далее. Это более… А он говорит, ну напиши. Я говорю, давай. Я написал на русском языке до того, что мы оставили вариант на русском языке, но Вольф Ремень был на русском языке. Потом, когда я встречался с Евгением Ковальевым, я ему говорю, напишите на белорусском. Давай. И таким образом написал на белорусском языке. Потом я узнал, что Александр Михай написал на польском языке. Тоже по традиции польского языка, как белорусский, белорусского языка. А я говорю, все писалось по нотам, для того, чтобы размеры соответствовали. Я там из фестиваля сажали литературы в Сербии, когда я в Сербию приехал. Таня – переводчик, который я говорил на сербский язык. Милина Алексеевич. Я говорю, есть у нас на четырех языках. Давайте. И написал на сербском языке. Когда я был в последний раз на Украине в 18-м году, дело в том, что, поскольку запрессовался в Союзе писать в России, то мне туда ехать уже нельзя было, как за кого. Я был в генеральном конкурсе, взял у него доверительную бумагу. Хотя меня на границах не трогали, даже не смотрели. Да, но куда я приехал в первый раз, там был Стофилев, прекрасный поэт-болгарин. А он родственник Генки Богдановой. Это классик болгарской литературы живой. Она сам признанная, считается, болгарин поэт. Ну, я всем покажу, она хорошо. Она потом перевела многие детские мои вещи на болгарский язык и сказала, что зовется переводом. Потом он мне звонил, что перевод сделан, должна пересылать. И еще, когда я в Словаке был, Ярослав Резник, он на словацкий перевел. Тоже пока технику дошел с этими событиями, которые сейчас случились. И знаю, что на хорватский еще, потому что Алексий сказал, что на хорватский язык сделал один из поэтов хорватов. Пока вот таким образом, но моя мечта, чтобы это все были переводы, сделанные на все 13 языков, потом собрать и сделать такую небольшую книжку. Ну и потом я хочу еще с литовским поэтами, потому что Литва, как-никак, это народ русский. Литва, раньше назывались Литовы, люди, которые там жили, они назывались княжества русские. Они потом перешли под латиницу, перешли под католичество, и это привело к тому, что язык вид изменился настолько. Может быть, если... Потому что надо объединять вот эти славянские земли с славянских, чтобы у нас был единый гимн. Ну а основоположение, конечно, на поле Житлов слова, ну а мутка, Валеранская Турция. Дальше она будет звучать. Потом и то Житло, замечательный цикл стиху, на который Валеран написал. Это и Соборная Украина, и Проберестей, что потом Скирско-Старина и так далее, и так далее. Человек, который умел фольклорно издать настолько близкие к русскому, к украинскому языку фольклору, настолько вот это, где... Вот чем замечательные украинские песни, замечательные. Любой русский скажет, что с сердцем радует, если болит, когда эти песни звучат. Не говоря уже за украинцами. И вот Микола Житлов, он сумел это передать в своих песнях. Значит, мне повезло тем, что Валерий Астрадов написал на мои слова 46 песен. Да. Со Старой Гвардией, к сожалению, уже многих нет. Это профессор Романовского, который расписывал многие песни. Он ведь «Любе Украины» мою песню расписал здорово. Санкт-Петербург, ну, вещи. Валериана очень много на классическую ноту переложил. Заслуженный отец в России Валентин Глащук, который отходил в хору «Нету». Юлий Манковский, режиссёр Романовского царства. Прекрасный поэт. На Юлии Манковского писем 30, как минимум, написано Валерианам. Ну, Валериан, 2000 песен. Сравните композиторов. Я практически не знаю тех композиторов, такое количество было написано песен. Больше 2000 песен. Потом, многих уже, Валентин Ивашенко, создатель «Рос» ансамбля, он мою, Шерон Колына, перевел на украинский язык, Виолетта, написала музыку. И как раз Шерон Колына. Да, два варианта. Два варианта. Жалко, что мы, Терзеневечные, что все уходят. Но когда люди уходят, после них что-то остаётся. И хочется, чтобы продолжалась жизнь и творчество этих людей. Да, но я бы хотелось бы, чтобы, прежде чем мы дальше начнём воспоминания, Соборная Украина прозвучала, и прозвучала землянца славян. Вторая и третья позиции. Потому что это как карточка в прописке Валерианства в Турцентре. «Я истератуция, с словами рода Шерон Колына, с Соборной Украина, сегодня первый раз исполняем, сегодня предметные песни». «Я истератуция, с с тобой, все уходят, и прозвучала землянца славян». Продолжение следует... 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал, Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Моя светлая Русь. Это тоже особый талант, да? Просто песни написать одно, а гимн написать, это уже серьезно, да? Ну, и премьера песни, вот сырая еще песня, но можно вам показать, потому что песня, конечно, про любовь, и не простую, а любезинную, да? Такая, да, больше на Павлаково. Похоже, попробую завозить. Занималась зорька красная, Сердца солнечного кровь. Поднялась на крыльях Ясная лебединая любовь. Целовались в небе лебеди, Разве знать они могли? Что догонит их под облаком, Зло с родной седой земли. Ах, любимый мой, Прости меня, Вижу пролетую кровь. Пусть же люди ценят Дорого Лебединую любовь. Взмах за взмахом, Лебедь белая, Под обуханье и свист. Поднялась и гордо, Смелая, Ко мне бросилась вниз. Занималась зорька красная, Сердца солнечного кровь. Пусть в тебе живет Прекрасная, Лебединая любовь. Ну а сейчас я хочу, чтобы прозвучала песня в исполнении Харламовой Наташи. У Наташи, вот тоже много, она есть там, вот, Наташа, подъем? Наташа давно знает тоже Валиянка Тортутина. И песню, которую она исполняла, исполняла все время шалистка хора Кобзар. Да, да. Вот. И вот в бухне, что мы не могли найти... Песня, в общем, известная, потому что много лет исполняла. Как ее? Лида Терокова? Да, да. Лида. Мы не могли найти автора слов. Ну, тоже известная песня, так что подпевайте. Лида Теркобаль Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Посвящённо... Посмотри, пожалуйста, его как-то Марковский, как я не знаю, поэт Кравксов, и вот ведущий, конечно. А это моя ученица. Первая бычая на сцену. Вот, конечно, страшноватая игра, но старается. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Сам Валериан Ратун записал на своих страницах, что он дружил с Валентином Ивашевым с 1995 года. И благодаря их дружбе Валентин, наш родной любимый, привез с Украины очень много стихов Марии Таракул. И на его стихи Валериан написал очень много песен. Наш Валентин родился в Агуславе, на берегу реки Рос. И свой ансамбль, который он создал в 2000 году, он назвал Рос. Многие у меня спрашивают, почему вы называетесь Рос? Это что, значит, русские? Почему вы называетесь Рос? Это вы, значит, ансамбль из России? Ну, если мы где-то выступаем, там люди подходят, вы так поете украинские песни, почему вы называетесь Рос? Вот ответ, почему ансамбль называется Рос. Сам Валентин, ну, я не знаю, невеснимой, безмерной любовью любил свою родину, родной Богуслав. Любил порыбачить на реке Рос, поэтому к этой песне мы выставили его личное фото на берегу этой реки. И песня называется «На дросси». На дросси. Ну, я хочу сказать организаторам ансамбля, он меня пригласил к себе, как он сказал, руководителя, а я все детство тоже провела на речке Рос. Поэтому вот как-то я предложила, говорю, почему вы там Рос и не назвали? Вот так и назвались, да, оба мы. Недалеко друг от друга, я в Черкасской области, вот он в городе Богуслав, проезжала, когда я проезжала в свою деревню, не в мою деревню, но где бабушка была. Два слова. В Украине очень много городов, речек, Рос, старая Рос, в России только старорусы, а в Украине очень много, Раворуська, реки, вот корень Рос, Рос, Рос. Это значит, потому что Украина Русь, Рос. Слухаем. 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 Валентину привет. Слухаем. Да, он стоит, будет. Ну, сейчас мы будем уже как бы, начать, что хотят рассказать. Так, пожалуйста, Лена Жахапченко, а она стихий усилителя. Вы петь я не буду, можете успокоиться, я прочила стихотворение, а здесь… Ты уходишь, рук мой безвозвратно, Навсегда закроются глаза И застынет в таинстве заката Солнце, как огромная слеза. Мы с тобою на краю у жизни Лишь с кончиною утихнет боль. Может быть, еще в иной отчизне Ангелы споют нам про любовь. Друг мой, друг мой, за тобою вскоре Уходить и мне в немую синь. В том краю, где исчезает горе, Ты о нашей встрече попроси. Сколько крови пролито в России, Сколько ними льется, знать не нам, И незлимо под небесной синя Вырастает мучеников храм. И глядят ушедших безвозвратно, Прямо в сердце скорбные глаза. Оттого и в таинстве закатно Застывает солнце, как слеза. Вот мученики, я считаю, что сегодняшние люди Раенцы, россияне, но тоже и живущие отчасти тоже мученики. Берегите себя. Спасибо. Спасибо. Ну, мне хочется, чтобы валерьян ты спел еще. И вот он сидит в жигуле вместе. Это и скифская царинка. Да, у нас несколько человек пели Очень красивыми голосами. Вот, конечно, надо опять возрождать связь с новцами. Ну, для этого надо иметь силы И молодежь, конечно, должна быть. Все мы уже, ну, из того покорения получаем. Спасибо. Так, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Еще сюда пройдите, пожалуйста У нас с Валерианом Григорьевичем отношения очень давние были, с таким небольшим перерывом просто внешнего знакомства одновременно. То есть сначала очень плотно он написал мою песню на мои православные тексты, и один из текстов стал программным для ансамбля «Серебряный родник», исполнялся там постоянно. Семь свечей. Ну так назвал Валериан Григорьевич, я назвала «О свечах». Семь свечей. А потом просто я была таким свадебным генералом, то есть меня приглашали на юбилейные его концерты, где я появлялась, что-то читала, свое слушала, как поют, в том числе и мои тексты. И на этом мы расставались полной любви друг к другу. Но год назад мы начали в клубе «Верлибр», это общегородской творческий клуб, композиторов, музыкантов, поэтов, проект высокого романса. Мы подумали о том, что романс высокий, каноны, вторая половина 19 века, канонический для 19 века, золотой романс, в котором высокое романтическое чувство любви, приподнятость, осознание как-то интеллектуальных вершин в общении друг с другом, то есть вот все прекрасные метафоры, что этот романс не должен быть чем-то музейным, что поют когда-то написанное, что нужно писать в этом стиле и в этом каноне новые музыкальные поэтические тексты. И я связалась с Валерианом Григорьевичем специально на эту тему и задала ему вопрос, насколько ему интересно в этом участвовать. Товарищи Григорьевны, пожалуйста. Миленькие, дорогие. Я не могу, извините. И Валерий Григорьевич откликнулся с необыкновенным жаром. Он сказал, что очень интересно, причем самая первая посылочка у меня в интернете была. Сижу на скамеечке на улице, чувствую себя плохо, ноги очень болят, давно не писал, но мне страшно, это интересно. И я уже, кажется, на один из этих текстов чувствую внутри себя мелодию. И он просто на взлете ушел. Вот самый... Ну, один шедевр за шедевром. Вот у Ангел Мой пела сегодня здесь Яна Владимировская. Вот он в эти последние месяцы и дни выдает один романс шикарный, великолепный. Это лоня, если можно так сказать, для русской культуры другого. И самая последняя его работа на взлете, он уже подружился с Яночкой, ему понравилось, как она исполняет его романсы. Яночка сделала заказ на музыку и стихотворение вдвоем. Ей очень нравится это мое стихотворение. И он, последняя их переписка, она мне рассказывала. Ну, она там послала текст, он ответил, что текст понравился, он работает. Через некоторое время, пару дней, еще переписка, он сказал, что музыка, мелодия уже есть, оформляю нотами. Еще, последняя переписка, да, нотами оформлено, посылаю. И обрыв. Она не знает, в чем дело. И я тоже звонила. Она дозванивается, она пытается писать, не отвечает. Это было несколько дней до смерти. Он и нотами уже записал. Я воеводину сказала, поищи этот текст, я ему пришлю. Он и нотами послать не успел. То есть, вот человек вот на таком взмахе крыльев, вот он, на этом ушел. Поэтому я очень горько плакала. Когда узнала его смерти, я думала, что мы еще к этим шести романцам, всего 20 он написал весь романцам, вот последним шести, еще так где-то штук шесть-семь добавим, и будет целая программа. Ну что ж, все равно он ушел, оставив соловину и песню, оставив какой-то интеллектуальный, духовный взрыв, творческий, отдав, как напоследок. Совершенно изумительный романцам написав. Вот, поэтому я буду и плакать, и радоваться, когда буду работать и нашим тоже все над этим проектом. Причем он еще, очень большое гостеприимство мысли и такое вот состояние творческое. Он под себя не греб, он очень широко отдавал. Когда он прислал нам музыкальный текст один, мы заговорили, что я не на голос, там, как-то немножко петь. Он совершенно спокойно говорит, разрешаю вашей адвичке Али, пускай редактирует, изменяет, вообще савторствует. То есть совершенно такая бриллианта вот так вот пригоршки разбрасывала. Пожалуйста, мне не жалко, лишь бы людям было. Как-то у нас был с ним очень интересный разговор. У меня рассказывают, у меня. Шло к людям, а остальное, по сравнению с этим, ну совершенно не важно. Я не ставлю никак туда преграду из денег, чтобы это, потому что это может помешать. Идти к людям, моему творчеству. Вот такой человек. А мне, Душа и Вечность, хочется одну стихотворение на смерть прочитать. Такой необыкновенной души. Как узнает зов вечности душа, что ей дает услышать волю слыше. Душа его услышала, ушла туда, где к Богу, свету, жизни ближе. И обживая высшие миры, горя пред Господом, свечой зажженной, Наверное, молит и о том, чтобы мы свет истины в себе несли, неискаженный. И чтоб Господь любовью осветил наш путь земной, и горе сны, и тесный, теряя близких. На земном пути их обретаю в Царстве Небесном. Спасибо. Я бы хотела, вот, после того, как мы расстались, Валерия, мы, ну как расстались, просто он обрел новый коллектив, поскольку ему тяжело было ездить, он работал с коллективом «Серебряные роги». И поскольку у нас вот сейчас дни связаны с блокадой, да, я хотела бы, чтобы песня «Серебряные роги» звучала ветераном. Память. Память, если вы понимаете. Да, память. Да, память. И еще у нас есть «Семь свечей» вот на словах. «Семь свечей»? Ну, «Семь свечей». Выступающие. Да, да, да. «Семь свечей». Ну, просто на слова Константина уже звучала песня, да. «Семь свечей». «Ветеранам мы жизнью обязаны, Киринами и правном кино слады. Им спасибо за небо чистое, Им спасибо за мир без выстрелов. Семь свечей». Может быть, он подвидел с константией, Как помочь нашей старенькой маме? Столько лет, и отец наш снится, И живет она раненой птицей. Ветеранам мы житью обязаны, Ими нами их правдуки названы. И спасибо за небо чистое, И спасибо за мир без выстрелов. Субтитры создавал DimaTorzok Ветеранам мы житью обязаны, Ими нами их правдуки названы. И спасибо за небо чистое, И спасибо за мир без выстрелов. Спасибо вам, спасибо вам, Спасибо вам за жизнь и мир без выстрелов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Надежда есть, может быть. Простите за, допустим, не совсем удачное наше исполнение, просто мы хотели вот своей компании, поэтому не все может быть получилось, но как получилось. Я думаю, что память Тратуца будет сохраняться, потому что, знаете, если сравнить с русской эпохой музыкальной, например, до Глинки были авторы, композиторы, которые писали только романсы, они не писали опер, они писали романсы, но это были классические, но близкие очень к народу. Так и Тратуца, у него нету крупной формы, нету симфоний, нету опер, но в своем жанре он является бриллиантом каким-то. Хотя как музыкант, например, 10 лет я с ним отработала, вообще в общей сложности 15, я иногда играла одно произведение, мне казалось, что я играю уже там 10, потому что когда играешь, и авторский стиль уже в каждом произведении он же слышен, очень сложно. Получается, как будто одна гинная мелодия, но и мелодия есть жизнь, и в Тратуце жизнь есть мелодия. Спасибо вам. Спасибо. Вам всего, я очень радуюсь, всего самого, самого доброго. И еще кто хочет сказать, поможет. Я, я скажу. Уважаемые друзья, шубавые друзья, я меньше чинок и все богато знала пана Валерия Остратурцова, но я его знала, спевала его песни. А сейчас хочу, хай его будет, царство небесное, а я сейчас хочу поддякувать пану Виолетту. То, что делает она, то, что будет эта справа. Пану Виолетту, я очень многое отдавала аккомпанементу, да, то есть людям, да. А у меня же свое творчество тоже есть, да, и оно требует тоже внимания. А я много лет не могу издать, например, у меня 25 произведемых стихи Пушкина, вот, я никак не могу. Это же, наверное, время, но я поэтому еще и работаю, хотя мне уже школа, вот, ученики, да, трудно уже мне работать. Вот поэтому, но я благодарна Валериану, потому что я очень, хотя я закончила консерваторию, и так получилось у меня в жизни, что меня никто не владел на сцену большую. Я благодаря украинской диаспоре и, во многом благодаря смелости Валериана, потому что он брал прямо вот вершины свои, да, он старался везде, везде. Ну, а я подумала, ну, а почему я так вот тоже, да, у меня же тоже произведение есть достаточно, да, вот, так что я благодарна Валериану за его творческую деятельность, ну, и за все. Также я благодарна Вам, спасибо большое, но если Алла хочет послушать свою песню, если Вы хотите, значит, мы можем... Семь свечей, пожалуйста, ищите. Ну, семь свечей, пожалуйста, ищите. Семь свечей, пожалуйста, ищите. Семь свечей, пожалуйста, ищите. Семь свечей, пожалуйста, ищите. Звучит песня. 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 Звучит песня.